У них очень непростая ситуация. И у него брат мусульман Алисуна задает вопрос, он говорит, вот как быть? После фарз намаза я читаю адскары про себя отдельно. Но когда имам коллективно заканчивает читать адскары, и на меня иногда возлагает дуа, бывает, когда пальцем показывает, типа давай дуа делай, можно ли отказаться? Не хочется братьев по вере огорчать, отказавшись. И начинаю читать дуа на арабском вслух. Пожалуйста, расскажите более подробно, как пророк, саллиллаху алей вассалям, учил сподвижников, да будет доволен имя Аллах, после джамаат намаза адскаром. Бисмиллах, алхамдуллиллах, вассалату вассаламу аля расуллиллах. Адскари – это дуа, мальба, которую читает после, имеется в виду, сейчас вопрос идет, адскар – это мальба, он спрашивает про мальбу, которую читает после завершения фарр намаза, обязательный намаз. Любые поминания. Любые поминания Аллаха. Но здесь определенные поминания Аллаха есть после намаза, начиная с тех фарр, начиная там другие. Потом аяту курсы, потом по 33 раза, субханаллах, 33 раза, алхамдуллях, 33 раза Аллахукар, потом сотый раз, это адскари, сунны читают после каждого фарр намаза, обязательного намаза. Вопрос задают брат, как по сунне поступить? По сунне поступают, не как этот жамаат он описал, по сунне каждый за себя, каждый отдельно делает аскари. Каждый сам делает аскари. И имам сам делает для себя, и которые за ним стоят все, муми тоже, которые за ним, молящиеся за ним, которые молящиеся, они тоже делают сами аскари. Не как уже сейчас делается, имам громко аскари делает, и все сидят молчат, некоторые между собой разговаривают, пока имам закончит, потом имам говорит, дуа делает и дуа делает. Нет, каждый должен сам, каждому сунна отдельно делает аскари. Кто сам делал аскари, закончил, стал, ушел, или же мечети же делал сунна, пост намаза, который делал сунны, или же домой пойдет, дома помолится. Если такое положение будет, такой вопрос не вышел бы, как мне поступить? И кто хочет дуа делать, может дуа делать тоже. А определенно, аскар тоже имам вместо сам прочитал потом, кто-то дуа делал, он вместо там, амин, кричат, а вместо дуа делает, постоянствует. Этим, это не было. Не во время пророка, саллиллаху алиллаху асалам, не во время табиа инем. И четыре имамы тоже не говорят, что это является сунной. Сунной является, как брат делал, сам отдельно делает аскари. Но если он там должен объяснить, если получается объяснить, если он знающий человек, что это не является сунной, сунной является отдельно, аскари каждый делает, и привести слава шафия и рахима уллах, что при себе надо аскари делать не громко. Если это не может, он привести, нет у него знаний, чтобы они про него тоже плохо не думали, или что-то не было, лучше аскари закончить и отойти, или же сетю жамата отходить, чтобы они на него не возлагали. и потом при первой возможности им объяснить надо. Не так делается эта сунна. Пророк вот так им объяснит, чтобы они тоже поняли и они тоже соблюдали сунна. Аллаху Аля.